Субтитры подогнал «Симон» Мы находимся в Евангелии от Матфея, 5 глава, 32 стих 33 стих И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано «Не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся пред Господом» А я говорю вам А я говорю вам «Не клянись вовсе, ни небом ведь оно престол Бога, ни землей ведь на ней покоятся многие его, ни Иерусалимом ведь оно город великого царя, ни головой своей не клянись ведь ты не можешь даже волос один сделать белым или черным» 37 стих Пусть слово будет «Да если да» и «Нет если нет» И все что сверх этого Не от хорошего Иешуа в сущности говорит Что нельзя клясться Нехорошо давать обеты Потому что мы не можем повлиять Ни на Бога Ни на храм Ни на цвет наших волос Поэтому Легко 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 Поэтому Говорит если да то да, если нет то нет Барур Шеяш лану дугма Шеул Ашалиях Паулус Ну например у нас есть пример апостола Павла Шаулем Ше Беперек 18 Шелмазе Ашлихи В 18 главе Деяния апостолов Он находится в районе Коринфа В городе который находится Цинкрия называется Это Коринфский порт И там он дает обет Обещает Богу Какое его обещание Если у вас есть старый русский текст То вы увидите правильный перевод Пасок Масе Ашлихи В 18 главе Деяния 18 В текрае ли в русском Пасок 21 Ад что я говорю Так А ты понимаешь Масе Ашлихи 18 18 21 Если будет на то Божья воля Я еще приду к вам Сказал он на прощание Павел отплыл из Эфеса Он прибыл Если будет на то Божья воля Я еще приду к вам Сказал он на прощание Окей И один стих выше Ты играешь в онайсер Что она и свечай А Масатый Уйшир В кинхереях он остриг себе голову Потому что некогда дал обет Это 18 стих На еврейский На еврейском На еврейском Ахерше газаз это сиар Рошо Бекинхерея Беглаль недер Шенадар Из-за клетвы Которую он поклялся По-русски некогда дал обет Это новый перевод Гамма русит В гамма еврей Они одинаково новый перевод Древний перевод Более другой перевод на еврей Из греческого 18 Это право Это неправильно И в еврейском В Немец И улья Древний перевод на еврейском И в еврейском Он приехал И уехал И отправился к HIS ребенку И говорит И с его И� И求 И求 Илчат 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 Потому что Он semел Илчат Я постараюсь перевести сейчас так. Он пришел в синагогу, поговорил с евреями и попросил у них... Они попросили его удлинить дни, чтобы он пребывал с ними, и он не согласился, покинул их и сказал, я должен праздновать праздник, наступающий праздник в Иерусалиме, и после этого возвращусь к вам, если будет на то Божья воля. Если Божья воля, то что он поднялся на корабль. Значит, в переводах... Ахадашим... Новых. Гамберусит. И на русский. Гамберевит. И на иврит. Гамберевит. 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 Потому что они не хотят, чтобы Павел был евреем. Они хотят, чтобы Павел был хорошим христианином. И праздновал Рождество. И... Пасха. Хорошо. Истер на Пасха. И День Святого Валентина. Вот это требуется. И поэтому это не подходит, чтобы вот такой текст оставить. И что он одарь недер. Павел клянется. Мегалях от рожь. Постригается. Он говорит, что я не буду отращивать волосы до тех пор, пока я не буду встречаться, пока не достигну Иерусалима. И праздновал этот праздник именно в Иерусалиме. И почему именно Пятидесятница? Потому что он берет с ним... Семь парнини евреев. Шет ашамот шелайм. И имена их мы читаем. Бе... Кама мекомот Бабрит Хадаша. В нескольких местах Нолзавета. Бенеям היה גם Лукас, а Росе. Посреди них также упоминается Лукаврач. И приводит их в Иерусалим. С деньгами, которые он собрал в общинах. Как его первые плоды, которые он собрал посреди неевреев. Почему семь парни неевреев? Потому что, согласно Танаху, есть семьдесят народностей в мире. И каждый нееврейский парнинг представляет собой десять нееврейских народов. Привезти семьдесят было слишком сложно. Ну, взял семь. И привел их в Иерусалим. И взял их в храм. И принес также деньги, которые он собрал. И пожертвовал это для храма. Как я это знаю? Он сам об этом говорит. Если вы посмотрите в Деяние апостола 24-17. Вы увидите, что Паулус говорит, что в этом он вернулся в Иерусалим. Павел говорит, что для этого я вернулся в Иерусалим. Иерусалим. Так не клянитесь. Говорите, если да, то да. Но все равно. И кто-то, как Паулус, да, поклялся? Да, принял на себя обед. И поэтому, когда Павел прибывает в Иерусалим. И он там находится среди верующих в Пшине. И пророк по имени Агав. Локер от его храма, кушер от него, и говорит, что я вернулся в Иерусалим. И кушер от тебя, и зиму от тебя в Бит-Суар. Берет его пояс, связывает руки, говорит, что человек хочет этот пояс, вот так вот связывает, и бросит тюрьму. Паулус говорит, даже если меня убьют, я обязан прийти отпраздновать праздник. И он идет в Иерусалим с пониманием, что он окажется в тюрьме. И это то, что с ним происходит. Но он поклялся, и обязан его исполнить. Мы видим это так же и в Псалмах. Недер, и автахот, и швуот, это очень серьезные вещи. В день искупления. Тепила начинается с молитвы, которая называется голос обетов. Коль нидрей. Коль нидрей. Коль бит-кнессет в мире. Все клятвы. 500 лет. Все синагоги мира, 500 лет. Метхилим эт этапфилот של יום הכипурим, има коль нидрей. Начинают молитву, которая начинается все обеты. Говорит, что все клятвы, все обещания, все заветы, все договоры, которые я сделал, в прошлом году, и которые я сделаю в следующем году, не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Я не обязуюсь. Я не обязался. Ничего, ничего не обещал. Почему? Потому что во время инквизиции убеждали евреев христианизироваться. Силой обращали в христианство. И после этого ситуации они не могли молиться вместе с евреями. И не могли праздновать еврейские и библейские праздники. И не могли кушать пригодную пищу. И обязаны были изменить свои имена. На христианские имена. И в день искупления начинаем с этой молитвы. Молитва, которая отменяет все вот эти, вот этого сорта обещания с евреев, чтобы они могли молиться вместе с евреями. И каждый день искупления, всякая синагога в мире начинается именно с этой молитвы. Поэтому учение так важно. так же сегодня. лучше всего, лучше всего, не давать обеты. сказать нет и иметь в виду нет. И между нами этого достаточно. мы должны научиться научиться у Иешуа, и я приглашаю. И я вас приглашаю вернуться и посмотреть на следующий урок. чтобы Бог вас благословил. шалом. мир вам. и я вас загадка! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...